То, что мы без России не выживем, этот неразделимый лозунг идет из тем, что Россия для нас что-то дала. Например, нам говорят, Россия дала нам цивилизацию. Кто не знает, большинство сел Дагестана не газифицированы, есть не электрифицированы, есть куда дорога не проложена. Если нам это Россия дала, и это считается какой-то пик цивилизации, посмотрите на горные такие же местности стран Европы, где у них нет газа, но газифицированные населенные пункты, электрифицировано все, дороги проложены и так далее. То есть есть лучший пример. Это первое. Второе, если бы не в России, то давайте посмотрим, где у нас соседи. У нас есть соседи, например, Иран или Турция, которые никогда в России не были, если мы Азербайджан, Армению, Грузию как пример не можем взять, и мы видим, что ух ты, там дороги, там все есть. Если мы вас смотрим, вообще в мире, это в нашем, с точки зрения геополитики, на экономику тоже должны смотреть, это везде есть, это не проблема. А Грузия, когда отошла от Советского Союза, так она вообще в вопросе электрификации, газификации вообще целую программу разработала. Хотя прошло там чуть больше 30 лет, гидроэлектростанции построила и так далее. То есть она, наш клон только в зеркальном виде. То есть если Азербайджан это большая копия Дагестана, то Грузия это зеркальная его копия. Она имеет выход к морю, не к Каспийскому, а к Черному. У нее чуть больше трех миллионов населения, как у нас мы. Очень похожи, горная местность, гидроэлектростанции используют географическое положение для экономического развития. То есть смогли сделать? Смогли сделать. Почему мы не смогли сделать? Теперь что касательно тезиса «без вас не выживет», мы без России не выживем. С точки зрения многонациональной республики, хорошо, дайте мне пример того, вот например, есть в России русская община. То есть среди русских есть русская община, которая пытается другим нациям, будь то оккупированным представителям народов, либо колонизированным народам, объяснять, как правильно жить надо. Причем не имея идеологии, какой-то культурной базы. Покажите вот Лакскую общину, Аварскую общину, Таргинскую общину. Вот эти междуусобий с собой хипиши нету. Зайдите в любой класс, школы. Мы так растем, мы со скольной скамьей вместе растем. У нас есть понятие «дагестанец» как политическая нация. Кто не знает, в Украине очень много наций. Очень много. Но если он любого спросил украинец, пока ты у него не спросишь, он не скажет, что он еврей, гагауз, болгар, трумэн, кто-то, 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 кто-то. Вань, ты кто по нации? Украинец. Чистый Украинец? Вот Ваня украинец. Завтра, если по сборам здесь 100 человек пройду, у спортсменов поспрашиваю, тут будут, ну, многие на... Ну, а у них спроси, то есть они как бы политическую составляющую украинцев, если говорят. У нас в Одессе очень много болгаров и гагаузов. Пока ты у них сам не спросишь, он украинец. У нас то же самое. То есть у нас есть такое понятие, как республика образующая нация стала. У нас сегодня есть такое государство образующая нация. У них говорят «титульная нация в России», то есть русские и все остальные. А у нас государство образующая. То есть дагестанцы политической нацией стали. Это не нация, это не язык, но мы стали... От населенного пункта Дагестана, исторической, то есть сложившейся, сохранив свою идеологию, культуру, ценности, историю, мы превратились в Дагестан как политическую нацию. И говорить, что мы без России поссоримся, это сумасшествие какое-то. Это глупое безумие. Сегодня даже кланы выстроены не на национальных связях, а на связях каких-то экономических и социальных сложившихся историй. Это вместе в интернате жили, вместе в школе учились, вместе в университете и так далее, в бизнес вместе сделали и так далее. Мы это уже переживаем. У нас мононациональные браки уже уходят. То есть у нас многонациональные браки уже, я не знаю, суперметисы есть, дети. То есть уже серьезный вопрос можно ставить о каком-то общем национальном языке. Мы превращаемся в это. Вы сами, свидетелями этого, находитесь в Дагестане. Теперь относительно географического положения. Географическое положение указывает на геополитику и экономические возможности. Если мы говорим о географическом положении, то мы являемся преддверием каменной стены защиты России, естественно, преграды России от возможных южных врагов. Для нас есть одна проблема. Это оккупант России, Московия, который может в будущем какую-то опасность нанести. Но у нас через горы, через сложные, то есть большие рубежи находятся Азербайджан, Грузия, Армения. То есть для нас они не страшны, они не многочисленны. То есть мы опасности от них не имеем. Также это с точки зрения безопасности. С точки зрения экономических возможностей, что такое экономика? Экономика это взаимоотношения между людьми в продажах товаров, предоставлении услуг. Между государствами то же самое. Нужна просто логистика. У нас через море Туркменистан, Казахстан, которые выходят напрямую. Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Китай. Это вся центральная и дальняя Азия. Вся. Дальний Восток. Все туда заходит. Теперь если мы говорим вниз, у нас выход на Иран и через Персию, то есть на арабский мир у нас выход. Если мы говорим через, то есть дружелюбные в будущем стран, например, Азербайджан и Грузию, это выход на, мы напрямую через Грузию можем сотрудничать, это выход на Турцию и выход в Европу напрямую. У нас с точки зрения геополитики мы бедными быть не можем. Потому что у нас есть логистика, которая позволяет нам налаживать экономические отношения. Либо предоставление каких-то услуг. Наш рынок труда предоставлять, если у нас бум строительный какой-то будет, или производство налаживается крупное. Либо быть частью развивающей экономики какой-то страны. Логистика нам это позволяет. Нам позволяет также производство товаров налаживать. Будь то это природного значения, газ, нефть, с чего у нас много, камень, ресурсы и так далее. Так и производство налаживает, которое мы можем продавать. Также мы можем быть в государственном значении, в путях торговых, использовать свою территорию в качестве логистики. То есть соединять Центральную Азию с последующим выходом на Китай, с Европой. То есть география нам позволяет экономически свободными быть. Что есть у России в плане объединяющего фактора россиян? Есть русские, которые постоянно чурком напоминают, что они их завоевали. Это не объединяющий фактор. Россия это Путин, это не объединяющий фактор. То есть что будет после Путина? Это вопрос, который всегда будет новой России. Навального Новороссия, мертвого Ходорковского, еще живого Новороссии. Какой Пети Новороссии? Разницы нету. Даже Медведева Новороссия, какая-то Новороссия. То есть у них ни идеологии, ничего нет. У нас есть идеология ислам, концепция четкая, ясная, социально-политически-экономическими взглядами. У нас есть государствообразующая нация. То есть мы себя дагестанской политической нацией считаем. У нас есть потенциал. То есть у малых народов всегда есть такой неимоверный сильный потенциал выразить себя. Вот, например, на примере даже себя возьму. Я здесь пытаюсь показать лицо Дагестану. Надеюсь, успешно в Украине кто такие дагестанцы. Это свойство малых народов. И мы имеем все возможности быть самостоятельными. Также у нас сельское хозяйство развитое и так далее. Там уже то, что и так существует в Дагестане, перечислять не требуется. Теперь у нас есть оккупант, который держит в руках оружие. Те, кто с ним не соглашается, их убивает, преследует, называет инагентами, экстремистами, террористами. И только вот сначала доказав, что он нас убить, посадить, запытать может, только потом говорит, вы без нас не выживете. И вы от чего соглашаетесь? Только от страха. А так это унижение, это оскорбление. То есть, представьте, вы не способны. Вот мы, русские, умные, а вы тупые. Вы не способны. То есть, когда с украинцами разговаривали, на Западе, что интересно, они вот рассказывают, как их бабушки и дедушки рассказывают, как им объясняли, кто на украинском разговаривает, недалекие, они интеллектуально слабые и так далее. То есть, такие истории здесь. Ну, чистый Дагестан, то, что нам тоже втирали. Русские не знают, не образованы. Одинаковая политика. И вот вы тупые, вы без нас не можете, вы не способны. Одна и та же история, одна и та же риторика. Только с условием у головы ствол стоит. Вот мы, Россия, мы вас завоюем, мы вас убьем. Попробуйте с нами не согласиться. Вы без нас не сможете давать любого русского, дагестанца в том числе, я вызываю на диспут, попробуй докажи мне, что я без тебя, оккупант, жить не смогу. Даже если ты дагестанец, лакец, кумыка, аварец, даргинец, мне все равно. Ты согласился с этой мыслью? Будь мужчиной, выйди в прямой эфир, когда сам будет спикером, он не вмешается, ни твою, ни мою сторону не примет. Он просто будет следить за тем, чтобы мы рамки мораль не проходили и определенную формула. То есть всем, кто говорит, что мы без России не можем, я уже спич свой высказал, докажите. Более того, если вы, это трусы, большинство, может, среди вас мужчины найдется, но большинство вы трусы, не можете на эфир выйти, просто скажите, ты, Али, балабол, вот я докажу, что мы без России не можем. И такой же аргументированно, как я высказал, так, налегке, я причем налегке говорил, Гасан не говорил, готовься к этому, чтобы я цифры какую-то, статистику давал. Я очень легко это выразил, эту мысль. Но также без статистики ничего выразил, легко мысль, что мы без России жить не сможем. Вот прям вообще не сможем. Вот умрем, исчезнем. Тут главная мысль такая, что я не сказал, что Россия исчезла. Нет, мы без нее, без того ужаса, хаоса, который они оставили, должны разобраться с этим. То есть упадок, что с Россией, что без России будет. Это проблемы с энергетикой, проблемы с инфраструктурой, проблемы с газификацией СОПА, проблемы с логистикой по всему. Это все, которые ужас и проблему они создали. Проблема отсутствия, развития природных ресурсов, газ, нефть, строительного направления развития бизнеса, промышленности. Все, что они не дали развить, конечно, у нас уйдут годы, это поставить. Но без этой скотины России мы заживем лучше. Однозначно. Почему? Потому что нельзя сравнить русских, которые бухая кричат, ура, Украина наша, мы ее там зовем, вы все фашисты, с дагестанцами, которые в условиях оккупации, уже сколько, двухсотлетние, или сколько там, не потеряли историю, достоинство, честь, идею, религию, историю, культуру. Мы не одинаковые. Мы не можем быть одинаковыми. И не зря Жириновский говорил, если мы рожаем больше трех детей, нас с железной колючей проволокой нужно изгородить. Они вымирающая нация, русские, а мы развивающие. Кстати, посмотрел фильм, документальный, о том, как Южная Корея пытается решить этот демографический кризис. Я ржал. Честно. Просто город новый строят, где больше будет детских площадок. Эмоционально город связан будет с тем, что вот идешь, детская площадка, детская больница, детская школа, это просто... Это они пытаются одним городом проблему решить. Вот у русских даже не начали эту проблему решать, а у нас эта проблема не существует. Али, тут же вот, я в Нидерландах нахожусь, тут же дорог нету, больниц нету, больниц нету, вот человек болеет, ведет подорожник, срывает, прикладывает, все вот так лиц. Тут же России нету, России нету, дорог нету, больниц нету, культуры нету, ничего нету. Это вот, какое, насколько тупое, упадочное мышление у сторонников русского мира, или у наших соседей, азербайджанцев, или у наших соседей, грузин, на днях смотрел одну вырезку такую, там, Абдулмуслим, Абдулмуслимов, и заместитель министра сельского хозяйства, если не ошибаюсь, да, и вот он ему говорит, вот в Советском Союзе же было хуже, чем сейчас в горах. Я думаю, ты вот что несешь вообще, эй, человек, ты что несешь? Фильм знаменитый Мимино, вот помнишь, Али Мимино? Да, чем занимался главный герой этого фильма? Кем он был по своей профессии? Ты помнишь? На вертолете летал? На вертолете в горы летал, да, это было в Советском Союзе, да, и я не говорю про идеологию, идеология ошибочная, все, законы все ошибаются, но социалка в горах была лучше, тяжело было, и сейчас тяжело. На уровень развития государства, если честно, было очень сильно, ну, такие сложные регионы, горные местности развиты. Просто вопрос, современная Россия, которая газ и нефть предоставила всему миру, проложила трубы через всю Европу, почему в горы не протянула? Электричества нету, Али, электричества нету, о чем ты говоришь, электричества нету, Меликов и власть отчеты дает о том, что они там высокогорные районы интернет провели, вот это, то, что компании Мегафон, Билайн, МТС сами проводят, да, то он как за заслугу государства подает. там абоненты не бесплатно, абоненты не бесплатно, короче говоря, этими услугами пользуются, они платят за это. Это коммерческие компании провели интернет. То, что мы без России не выживем, этот неразделимый лозунг идет из тем, что Россия для нас что-то дала. Например, нам говорят, Россия дала нам цивилизацию, кто не знает, большинство сел Дагестана не газифицированной есть неэлектрифицированной, есть куда дорога не проложена. Если нам это Россия дала и это считается какой-то пик цивилизации, посмотрите на горные такие же местности стран, там, я не знаю, стран Европы, где без, у них нету газа, но газифицированные населенные пункты, электрифицировано все, дороги проложены и так далее. То есть есть лучший пример. Это первое. Второе, если бы не в России, то давайте посмотрим, где у нас соседи. У нас есть соседи, например, Иран или Турция, которые никогда в России не были, Азербайджан, Армению, Грузию, как пример не можем взять и мы видим, что ух ты, там дороги, там все есть. В основном вообще в мире это в нашем с точки зрения геополитики на экономику тоже должны смотреть. Это везде есть, это не проблема. А Грузия, когда отошла от Советского Союза, так она вообще вопросы электрификации, газификации, вообще целые программу разработала. Хотя прошло чуть больше 30 лет гидроэлектростанции построила и так далее. То есть она, наш клон только в зеркальном виде. если Азербайджан это большая копия Дагестана, то Грузия это зеркальная копия. Она имеет выход к морю, не к Каспийскому, а к Черному. У нее чуть больше трех миллионов населения, как у нас. Мы очень похожи. Горная местность, гидроэлектростанции используют географическое положение для экономического развития. То есть смогли сделать? Смогли сделать. Почему мы не смогли сделать? Теперь, что касательно тезиса «без вас не выживет», мы без России не выживаем с точки зрения многонациональной республики. Хорошо, дайте мне пример того, вот, например, есть в России русская община. То есть среди русских есть русская община, которая пытается другим нациям, будь то оккупированным представителям народов либо колонизированным народам объяснять, как правильно жить надо. Причем, не имея идеологии какой-то культурной базы. Покажите вот Лакскую общину, Аварскую общину, Таргинскую общину, вот эти междуусобий с собой хипиши нету. Зайдите в любой класс, школ. Мы так растем, мы со скольницами вместе растем. У нас есть понятие дагестанец как политическая нация. Кто не знает, в Украине очень много наций. Очень много. Но если он любого спросил украинец, пока ты у него не спросишь, кто-то, 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 кто-то. Вань, ты кто по-насу? Украинец. Чистый Украинец? Вот Ваня украинец. Завтра, если по сборам здесь 100 человек пройду, у спортсменов поспрашиваю, тут будут, ну, многие на, у них спроси, то есть, они как бы политическую составляющую украинскую, если говорят. У нас в этом, в Одессе очень много болгаров и гагалузов. Пока они, ты у них, сам не спросил, он украинец. У нас то же самое, то есть, у нас есть такое понятие, как республика образующая нация у нас стала. У нас сегодня вот есть такое государство образующая нация. У них говорят титульная нация в России, то есть, русские и все остальные, а у нас государство образующая, то есть, дагестанцы политической нацией стали. Это не нация, это не язык, но мы стали от населенного пункта Дагестана исторически, то есть, сложившиеся, сохранив свою идеологию, культуру, ценности, историю, мы превратились с Дагестан как политическую нацию и говорить, что мы без России поссоримся, но это сумасшествие какое-то. Это глупое безумие. Сегодня даже кланы выстроены не на национальных связях, а на связях каких-то экономических и социальных сложившихся историй. Это вместе в интернате жили, вместе в школе учились, вместе в университете и так далее, в бизнес вместе сделали и так далее. Мы это уже переживаем. У нас мононациональные браки уже уходят, то есть у нас многонациональные браки уже, я не знаю, суперметисы есть, дети, то есть уже серьезный вопрос можно ставить о каком-то общем национальном языке. Мы превращаемся в это, вы сами свидетелями этого находитесь в Дагестане. Теперь относительно географического положения. Географическое положение указывает на геополитику и экономические возможности. Если мы говорим о географическом положении, то мы являемся преддверии каменной стены защиты России, естественно, преграды России от возможных южных врагов. Для нас есть одна проблема, это оккупанты России, Московия, который может будущим какую-то опасность нести, но у нас через горы, через сложные, то есть большие рубежи находятся Азербайджан, Грузия, Армения, то есть для нас они не страшны, они немногочисленны, то есть мы опасности от них не имеем. Также это с точки зрения безопасности. С точки зрения экономических возможностей, что такое экономика? Экономика это взаимоотношение между людьми в продажах товаров, предоставлению услуг. Между государствами то же самое. Нужна просто логистика. У нас через море Туркменистан, Казахстан, которые выходят напрямую Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Китай. Это вся Центральная и Дальняя Азия, вся, Дальний Восток, все туда заходит. Теперь если мы говорим вниз, у нас выход на Иран и через Персию, то есть на Арабский мир у нас выход. Если мы говорим через то есть дружелюбные будущим стран, например, Азербайджан и Грузия, это выход на мы напрямую через Грузию можем сотрудничать, это выход на Турцию и выход в Европу напрямую. У нас с точки зрения геополитики мы бедными быть не можем, потому что у нас есть логистика, которая позволяет нам налаживать экономические отношения, либо предоставление каких-то услуг, наш рынок труда предоставлять, если у нас бум строительный какой-то будет, или производство налаживается крупное, либо быть частью экономики, развивающей экономики какой-то страны. Логистика нам это позволяет. Нам позволяет также производство товаров налаживать, будь то это природного значения, газ, нефть, ничего у нас много, камень, ресурсы и так далее, так и производство налаживает, которое мы можем продавать. Также мы можем быть в государственном значении, то есть в путях торговых, то есть использовать свою территорию в качестве логистики, то есть соединять Центральную Азию с последующим выходом на Китай с Европой. то есть география нам позволяет экономически свободными быть. Что есть у России в плане объединяющего фактора россиян? Есть русские, которые постоянно чурком напоминают, что они их завоевали. Это не объединяющий фактор. Россия это Путин, это не объединяющий фактор. То есть что будет после Путина? Это вопрос, который всегда будет новой России. Навального новой России, мертвого, Ходорковского еще живого новой России, какой Петинов новой России. Разницы нету. Даже медведево новой России какая-то новой России. То есть у них ни идеологии, ничего нет. У нас есть идеология ислам, концепция четкая, ясно, социально-политически-экономическими взглядами. У нас есть государство образующая нация. То есть мы себя дагестанской политической насы считаем. У нас есть потенциал. То есть у малых народов всегда есть такой неимоверный сильный потенциал выразить себя. Вот например на примере даже себя возьму я здесь пытаюсь показать лицо Дагестану. Надеюсь успешно в Украине кто такие дагестанцы. Это свойство малых народов. И мы имеем весь все возможности быть самостоятельными. Также у нас сельское хозяйство развитое и так далее. То что и так существует в Дагестане перечислять не требуется. Теперь у нас есть оккупант который держит руках оружие. Те кто с ним не соглашает всех убивает преследует называет инагентами экстремистами террористами и только сначала доказав что он нас убить посадить запытать может только потом вы без нас не выживете и вы от чего соглашаетесь только от страха. А так это унижение это оскорбление то есть представьте вы не способны вот мы русские умные а вы тупые вы не способны то есть когда с украинцами разговаривают на западе что интересно они вот рассказывают как их бабушки и дедушки рассказывают как им объясняли кто на украинском разговаривает недалекие они интеллектуально слабые такие истории здесь ну чистый Дагестан то что нам тоже втирали русские не знают не образованы одинаковая политика и вот вы тупые вы без нас не можете вы не способны одна и та же история одна и та же риторика только с условием у головы ствол стоит вот мы Россия мы вас завоюем мы вас убьем попробуйте с нами не согласитесь вы без нас не сможете давайте любого русского дагестанца в том числе я вызываю на диспут попробуй докажи мне что я без тебя оккупант жить не смогу даже если ты дагестанец лакиц кумыка аварис даргинец мне все равно ты согласился с этой мыслью будь мужчиной выйди в прямой эфир Гасан будет спикером он не вмешается ни твою ни мою сторону не примет он просто будет следить за тем чтобы мы рамки мораль рамки мораль не проходили и определенную формула то есть всем кто говорит что мы без России не можем я уже спич свой высказал докажите более того если вы это труса большинство может среди вас мужчины найдется но большинство вы трусы не можете на эфир выйти просто скажите ты али балабол вот я докажу что мы без России не можем и такой же аргументированно как я высказал налегке я причем налегке говорил Гасан не говорил готовься к этому чтобы я цифры какую-то статистику давал я очень легко это выразил эту мысль а также без статистики выразил легко мысль что мы без России жить не сможем вот прям вообще не сможем вот умрем исчезнем тут главная мысль такая что я не сказал что Россия исчезла нет мы без нее без того ужаса хаоса который они оставили должны разобраться с этим то есть упадок что с Россией что без России будет это проблемы с энергетикой проблемы с инфраструктурой проблемы с газификацией сопа проблемы с логистикой по всему это все которые ужас и проблему они создали проблема отсутствия развития природных ресурсов газ нефть строительного строительного вот этого направления развития бизнеса промышленности все что они не дали развить конечно у нас уйдут годы это поставить но без этой скотины России мы заживем лучше однозначно почему потому что нельзя сравнить русских которые пухая кричат ура Украина наша мы ее там зовем вы все фашисты с дагестанцами которые в условиях оккупации уже сколько двухсотлетние или сколько там не потеряли историю достоинство честь идею религию историю культуру мы не одинаковые мы не можем быть одинаковыми и не зря Жириновский говорил если мы рожаем больше трех детей нас железной колючей проволокой нужно изгородить они вымирающая нация русские а мы развивающие кстати посмотрел фильм документальный о том как Южная Корея пытается решить демографический кризис я ржал честно просто город новый строят где больше будет детских площадок эмоционально город связан будет с тем что вот идешь детская площадка детская больница детская школа это просто это они пытаются одним городом проблему решить вот у русских даже не начали эту проблему решать а у нас эта проблема не существует Али тут же вот я в Нидерландах нахожусь тут же дорог нету больниц нету больниц нету вот человек болеет ведет подорожник срывает прикладывает все тут же России нету России нету дорог нету больниц нету культуры нету ничего нету это вот какое насколько тупое упадочное мышление у сторонников русского мира или у наших соседей азербайджанцев или у наших соседей грузин на днях смотрел одну вырезку такую там Абдулмуслим Абдулмуслимов и заместитель министра сельского хозяйства если не ошибаюсь да и вот он ему говорит вот в Советском Союзе же было хуже чем сейчас в горах я думаю ты вот что несешь вообще человек ты что несешь фильм знаменитый Мимино вот помнишь Али Мимино да чем занимался главный герой этого фильма кем он был по своей профессии ты помнишь на вертолете летал на вертолете в горы летал да это было в Советском Союзе да и я не говорю про идеологию идеология ошибочная все законы все ошибки но социалка в горах была лучше тяжело тяжело было и сейчас тяжело на уровень развития государства если честно было очень сильно ну такие сложные регионы горной местности развиты просто вопрос современная Россия которая газ и нефть предоставила всему миру проложила трубы через всю Европу почему в горы не протянула электричества нету электричества нету о чем ты говоришь электричества нету Меликов и власть отчеты дает о том что они там высокогорные районы интернет провели вот это то что компании Мегафон Мегафон Билайн МТС сами проводят да он как за заслугу государства подает там абоненты не бесплатно а абоненты не бесплатно короче говоря этими услугами пользуются они платят за это это коммерческие компании провели интернет «мастер» 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 »